Зеленая энергетика Солнце, ветра и воды выгодно и для бизнеса, и для окружающей среды. Работают ли солнечные станции в метель и мороз? Да, работают. Правда, не так эффективно, как хотелось бы владельцам. Зимой, когда световой день короткий, такие станции работают на 10-15% от своей мощности. Они сконструированы таким образом, что осадки, которые выпадают в виде снега, метели, при солнечной погоде все это тает, потому что панель, сами видите, очень темная, она очень хорошо нагревается, и, в принципе, все тает, все сползает, но нужно солнце. Как вот у нас, к сожалению, в декабре было только три солнечных дня, в январе еще не было ни одного, то вот приходится хоть самим счищать, чтобы хоть немножко выпить. Но скромная выдача энергии зимой не смущает инвесторов. Лето компенсирует потери. Производить электроэнергию от солнца выгодно. Эту станцию строили меньше года. Она работает с сентября. На площади около трех гектаров установлены в столах шесть тысяч световых панелей. Кстати, дотрагиваться до панелей не опасно. Это каленое стекло, да, сверху, которое защищает сами элементы преобразующие. Мощность станции в Костюковичах позволяет обеспечить электроэнергией микрорайон в городе, или около двух процентов всего района. Для Костюковичского района солнечная станция имеет значение. Это иностранные инвестиции на чистой основе и новые рабочие места. Расширяться станция будет. Это построено только первое. Фотоэлектрическая станция запланирована в рамках действующего инвестиционного договора с обществом с ограниченной ответственностью International Company Energy, что будет построена еще вторая и третья вот на этом участке далее. Общая мощность трех фотоэлектрических станций будет составлять 4,5 мегаватта. По информации отдела энергетики и топлива Могилевского облсполкома в регионе работают шесть крупных солнечных станций, а также 42 ветроустановки в шести районах. В этом году появятся и новые ветряки. Больше всего шесть планируется установить в Дребенском районе. В 2018 году биогазовую установку построят в Кличевском районе. По республиканской программе энергосбережения в 2020 году доля зеленой энергетики в Беларуси должна достигнуть 6%.